Первое чувство, которое меня охватило, когда я услышал новость об убийстве Навального, было, конечно, потрясение. Потом я начал смотреть реакции людей на это убийство. Убийство. Циничное, публичное убийство Путина Навального. Смотрел реакции людей на это, российских оппозиционеров, простых людей, россиян в России и вне России, там на Западе, в цивилизованном мире, где многие из них обитают. Потом я смотрел реакцию лидеров свободного мира на это и понял, что во всем этом можно разобраться, если смотреть на это все глазами украинцев. Почему украинцев, вы сейчас поймете. Вчера в семье людоедов произошло событие. Они съели члена семьи. А до этого эта семейка питалась мясом наших добрых соседей, героев этого мира, украинцев. Десятки, сотни тысяч людей были съедены Путина. И причастность к этому имеют даже те, которые выступали против Путина. Потому что многие российские оппозиционеры, они же не стали в окопах рядом со своими, как они говорят, братьями, украинцами. Они словесно критиковали Путина. Потом, через несколько месяцев, в начале этой войны, чудовочной войны, они обнаружили, что что-то не так с этими украинцами. Что что-то там не то происходит, что там большая коррупция, что Зеленский этот не тот. А сейчас они вдруг обнаружили, что Путин людоед. Единственную реакцию, которую, я думаю, мы должны принять как свою, это реакцию украинцев, которым еще предстоит платить очень высокую человеческую цену за то, чтобы стать свободными людьми. То, что я ожидаю от лидеров свободного мира, это побольше оружия давать украинцам. Побольше оружия давать украинцам. Это единственный путь спасения от этой чумы. Я не надеюсь уже ни на что, что в России может что-то произойти, что там какие-то оппозиционеры, там возьмут власть. Это семья людоедов. Я не увидел там, даже среди этих оппозиционеров, нормальной чаровательской реакции на это все. Потому что единственная реакция этих людей, приемлемая, была бы обратиться ко всем, давать оружие украинцам. Для того, чтобы эту семью разогнать людоедов. Я хочу, чтобы меня правильно поняли русскоговорящие люди. Я ничего не имею против русских. Я многих из них, моих сограждан в Молдове, да и в Украине, тем более, русскоговорящих людей, которые, может быть, даже и не знают украинский язык, я не считаю людоедов. Я людоедов считаю россиян. И очень надеюсь, что после этого убийства, после того, что произошло, вместе с Навальным умрет и предвыборная кампания Трампа, совершенно обезумевшего человека, который искал в Путине партнера. С людоедами невозможно садиться за стол переговора. Людоедов надо уничтожать. И на это у Запада есть оружие, а у украинцев есть герои. Хорошего дня вам всем. И сладких снов. Людоедов. Человеческих, людских снов. Людоедов. 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 Продолжение следует...